Во-первых, ответ сразу. Да, каждый еврей, я подчеркиваю, еврей, у него еврейская душа, и тогда это означает, что где-то внутри теплится какая-то точечка, которая в свое время, неизвестно когда, но обязательно что-то раскроет в нем. И он почувствует отношение к земле Израиля. Почему так происходит? Он не соблюдает Тору, он не знает Тору, он не знает про Авраама, который жил в Вавилоне, примерно как Ирак сегодня, и не был евреем, но Всевышний его избрал для этой миссии, послал из Ирака, Он прошел на запад, до Ливана, спустился из Ливана вниз, в Эрец-Исраиль. Он не знал, где Эрец-Исраиль, он не знал, где земля Израиля. Всевышний открыл. Он ему дал маршрут примерный. И он шел, и вдруг, когда он закончился Ливан, и началась земля Израиля, он почувствовал совсем другое настроение, абсолютно другое. И тогда он понял, что вот куда его послал Творец мира. Почему? Потому что он же нашел Творца, получил от него Тору, получил от него то, что говорится в Торе о земле Израиля, усвоил это, впитал, понял, и как только он понял, в его душе отпечаталась способность почувствовать это. И поскольку все евреи без исключения происходят от Авраама, даже когда нееврей становится евреем, называется Гер тогда, он становится Гером, он не еврей, но стал еврей, присоединился к нашему народу. Кто его праотец? Авраам. Какой Авраам, если он вырос в Якутии? Или он вырос среди американских индейцев? Или он вырос во Франции? Почему он? Причем здесь евреи? Потому что, говорится в Торе, ты будешь отцом многих скоплений, групп людей. Так примерно в Торе надо понимать, кто это? Это те геры, которые пришли в еврейство. Так что за нашу историю, хотя мы ни в коем случае никого не уговариваем стать евреями, но такое происходит все время, всю нашу историю, все несколько тысяч лет. И поэтому это происходит, и каждая нееврей или нееврейка, которая становится евреем, присоединяется к нашему народу искренне, по-настоящему, у них добавляется к ним вторая, условно говоря, вторая душа, она уже считается еврейской душой. И если так, то в ней будут элементы, которые были у Авраама. А эти элементы – это была способность почувствовать духовность земли Израиля. Я закончу тем, что скажу, что это и сегодня можно почувствовать. Надо только отпустить себя. Надо только не думать непонятно о чем. Спокойно соблюдать, спокойно изучать, спокойно понимать, что это твой народ. И ты постепенно будешь чувствовать, вкупе и вместе с молитвами, ты будешь чувствовать, что такое Эра Цесрая. Напомню вам, что еврей, который молится, он всегда молится в сторону Израиля. Никуда, ни в сторону России, ни в сторону Америки, ни в сторону Африки, ни в сторону Китая, а только в сторону Израиля. Внутри Израиля, как мы здесь в Израиле живем, каждый еврей смотрит куда? В сторону Иерусалима. А в Иерусалиме каждый еврей молится в сторону храмовой горы, там, где был построен храм. Таким образом, как говорится в Талмуде, все евреи без исключения обращаются в некую точку. И вот эта точка – это сердцевина земли Израиля. И эта святость невероятная. Поэтому землю Израиля нельзя сравнивать с какой-то другой землей. Неважно, сколько в той земле нефти или золота, или бриллиантов, алмазов, значит, или что-то еще. Это не имеет значения. Плодородная земля, неплодородная земля – это особая земля. И вот эта особенность, она в душе каждого еврея и каждого гера тоже. И это в душе буквально некая маленькая-маленькая такой обломок чего-то. Шарик какой-то, кубик. Неважно, что-то маленькое, которое в душе есть. И когда еврей задумывается или понимает, что вдруг он чувствует, что не там живет, где надо, вдруг он чувствует, а где же надо, у него начинает вот этот маленький шарик или кубик, начинает излучать. И это означает, что каждый еврей, где бы он ни располагался, как вы и написали, чувствует связь с землей Израиля. Эту связь установил первый отец наш, Авраам. И поэтому у всех евреев это есть. Что может быть, и что мы наблюдаем, что с помощью не очень умных размышлений, еврей как мусором засыпает свою душу, и он этот маленький шарик или кубик не чувствует, и не понимает, что такое земля Израиля, или применяет к этому совершенно какие-то нелепые материалистические рассуждения, которые только позорят землю Израиля. И это, увы, надо Тарайму почистить, отмыться от этого с помощью изучения Торы и соблюдения заповедей. И тогда каждый еврей будет это чувствовать. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok